Мы с вами обсуждаем уравнение колебаний струны с закрепленными концами под воздействием случайных возмущений и уравнение, которое мы с вами пришли, выглядело следующим образом. d, x, t. Давайте я, наверное, такой дифференциал буду писать. А вот d, x, t. Это есть одна вторая. Здесь оператор второго порядка. Вот этот наш d, 2, d, o, квадрат, x, t, минус x, t, все это dt и плюс, плюс w, давайте так напишем, dt тоже. Вот. x от нуля предполагается равным x от π и равным нуля. Здесь мы обсуждали, что x отвечает амплитуде, на которую поднимается наша струна от уровня 0. Вот это точка у, вот это расстояние как раз и есть, x, t в момент времени t больше или равное нуля, ну и отвечающая пространственной координате у. То есть, вот если писать подробнее, то надо писать функцию двух кривой. Здесь 0, здесь π. Отрезок 0π сейчас играет, сколько мы, ну, такого отрезка параметризации нашей кривой. Сила действующая в ней, это жесткость, как бы мы считаем, что соседние точки, вот, соединенные друг с другом по закону Кукулка, вот. Кроме того, считаем, что есть еще внешнее воздействие, которое все точки, как бы, подталкивает к вот такому положению, да. Вот, дубное большое, это была гауссовская случайная мера, вот, дубное гауссовская мера с независимыми значениями, значениями на непересекающихся множествах. Вот, ну, и мы предполагали, что имеет место следующее. Тугв от множества дельта имеет распределение нормальное с параметрами 0, ляу до 2 дельта. Сейчас дельта, это было под множество, дельта сейчас есть под множество произведения 0π умножить на 0 плюс бесконечность. Ну, вот, к такому уровню мы с вами пришли и даже обсудили в прошлый раз, что мы можем получить представление для решения этого уравнения, основываясь на функции гринга для такой вот краевой задачи без добавки. Давайте вспомним сейчас, как выглядела функция гринга. Мы определили вот такую функцию ЖТУВ, это есть сумма ОК от единички до бесконечности. Единички на π е в степени минус 1 плюс 2 плюс квадрат на 2 т умножить на синус КУ синус КВ. Вот такая функция у нас появилась, где Т прибудется больше ли равно 0, КУ, В принадлежа к нашему отрезку 0π. Вот. И в конечном итоге мы записали решение нашего уравнения с функцией Ж. При наличии начального условия Х0, Х0 равно ХУ. Давайте разверну, напишем, 0. Это есть некоторая функция Х0. То есть считаем, что в начальном момент времени как-то была струна расположена, потом ее отпустили, на нее стали воздействовать внутренние силы, сила притяжения к такому состоянию горизонтальной линии и шум. Вот все вместе они привели к тому, что решение в момент времени Т выписывается так, как ХУ, Т, это есть интеграл от 0 до π, Ж, Т, У, В, Х0, В, Т, В. Плюс статистический интеграл. Я беру функцию Х0, В, Т, У, Т, У, Т, В, Т, В, Т. Плюс интеграл от 0 до плюс бесконечности, интеграл от 0 до π, g до плюс бесконечности до t как мы уже говорили мы складываем с помощью функции на воздействие поступившие положительные моменты времени u, v и здесь w, d, v d, s вот ну вот у нас есть решение и мы теперь обсуждаем следующий вопрос есть ли вот такого процесса вот колебаний струны стационарное решение стационарное распределение в пространстве цернования и если есть то как быстро мы от него будем сходиться так то есть мы сейчас обсуждаем те же самые вопросы с которыми сталкивались на протяжении всего а именно на руках потом переходили к маковским процессом так вот имея на руках маковскую цепь или процесс мы интересуемся тем как быстро стабилизируется этот процесс то есть есть ли у него вообще как бы такое стационарное распределение да и можем ли мы ожидать что стартовал из любой начальной точки мы будем приближаться по распределению то по вариации в метрике Лассерштейна в среднем кудроэнергетическом к этому стационарному распределению и как быстро мы будем это делать ну вот здесь я собираюсь воспользоваться некоторым приемом который на самом деле у нас появился практически в начале наших с вами лекций на эту тему вот я на какое-то время отвлекусь сейчас вот этой сложной формулы содержащей интеграл по гауссовской случайной мере содержащей функцию грина параболической задачи с кривыми условиями и вернусь в одну из первых наших лекций где мы рассматривали такой простой процесс отрегрессии вот с гауссовскими случайными причинами в костях шторма то есть вот вместо того чтобы рассматривать такой сложный модель мы посмотрим вот сейчас что давайте вступ предположим что у меня было вот такое уравнение хн плюс первое это в числах в числах никаких ни функций ни векторов сейчас не просто это есть альфа хн так вот плюс то есть я сейчас геометрическую прогрессию мы понимаем что если не было добавки то это было просто уравнение геометрической прогрессии так вот я геометрическую прогрессию сейчас как бы возмущаю шумом шум этот я буду задавать так я буду считать что у меня есть кси n n больше не равно 1 это последовательность независимых n0 случайных допустим здесь у меня получается вот такое уравнение вот ну а параметр альфа знаменатель нашей геометрической прогрессии по модуру меньше ну тогда что мы с вами обсуждали как можно исследовать такое уравнение и поскольку оно очень простое мы просто что сделали мы выписали в явном виде решения явное решение были хн плюс первое оказывает оказывалось равным х нулевое умножить на альфа в степени нтус 1 плюс вот такая формула здесь получалась кси нтус 1 плюс альфа кси н плюс альфа квадрат кси н минус 1 плюс так далее плюс альфа в степени н кси вот собственно и все выражение для хн плюс 1 и здесь можно было заметить несколько вещей первое что конечно же на асимпетическое поведение хн плюс 1 оказывает влияние то что модуль альфа меньше единицы и то что здесь получается убывающее к нулю число вот и то что мы здесь суммируем независимые гауссовские случайные величины мы уже вспоминали с вами не раз в наших лекциях что при суммировании независимых гауссовских случайных величин получаются гауссовские случайные величины у которых средняя сумма средняя дисперсия сумма дисперсия вот сейчас очень хорошо средняя равна нулю а дисперсии будут единичка альфа квадрат альфа в четвертый и так далее то есть четная стабильная альфа до 2 так что я могу сейчас сказать что благодаря условия мы в состоянии написать вот что x0 что xm плюс 1 будет иметь распределение нормально с параметрами xm плюс 1 а здесь нужно поставить что единица минус альфа в степени 2m плюс 2 разделить на единица минус альфа квадрат вот такое получалось сейчас распределение у нашего процесса авторегрессии на один шаг да вот ну а дальше что мы делаем дальше мы пошли вот как мы посмотрели что при n стремящемся к бесконечности параметры нашего распределения сходятся причем пределы получаются следующие пределы получаются следующие давайте я напишу здесь n x0 альфа в степени минус 1 здесь единица минус альфа в степени 2n плюс 2 делить на единица минус альфа квадрат сходится к 0 единица на единицу минус альфа квадрат ну понятно что по крайней мере по распределению сходится да вот и что мы после этого делаем мы оценивали скажем расстояние по вариации между вот этими двумя распределениями да делать это можно поскольку мы имеем дело с гауссовскими плотностями оценка там получается вот но можно пойти другим путем да мы его вскользь упоминали здесь есть очень хороший трюк который показывает что xn должно достаточно хорошо сходиться ну вот в метрике вот и мы сейчас с вами еще раз этот трюк вспомним потому что он то у нас и сработает сегодня в нашей общей ситуации и так в чем же этот трюк состоял значит что мне нужно что мне нужно мне нужно оценить расстояние Массерштейна между этими двумя распределениями так причем я буду интересоваться расстоянием Массерштейна порядка два но я напомню что это за расстояние и так если у меня есть двумя это вероятностные меры на простанцию R с конечным вторым монетом то для них можно определить для них можно определить вот такое расстояние вот такое расстояние гамма 2 мю мю я тут напишу в квадрате равно инфиму по всем по капо принадлежащим кю мю мю двойного интеграма R здесь у минус v в квадрате капо дву дв где капо имеет ню и ню своими проекциями то есть что мы делаем мы как бы должны построить совмест меру которая на пространстве R2 и посмотреть как координаты на самом деле на самом деле метрик Вассештейна хороша тем что мы можем оценки метрик Вассештейна получать в терминах случайных величин почему ну вот как правило читателя слушателя первый раз когда он знакомит с метрик Вассештейна возникает неприятие вот этого здесь есть инфеевом по множеству каких-то мер таких вот откуда их брать где их взять а вот берутся они совершенно несложно если мы поступим вот таким образом вот давайте рассмотрим рассмотрим произвольную рассмотрим произвольные случайные величины это и это пусть это будет случайные величины такие что это имеет распределение имеет распределение мю а дзетта имеет распределение имеет распределение мю ну естественно считаю что они заданы на одном вероятном основном тогда что давайте рассмотрим случайный вектор это дзетта это двумер это случайный случайный вектор в а вот ну и совершенно несложно понять что как раз его распределение это вот такие такая мера капа да почему ну что такое проекция распределения случайного вектора это дзетта ну это будет распределение первой координаты да ну как раз или на вторую проекцию второй координаты да вот ну так так что чтобы получать вот такие капа достаточно брать произвольные пары случайные величины заданные на одном пространстве такие что одна имеет распределение мю другая имеет распределение ну как бы это такая общая конструкция особенно в ней вдохновляют слова значит нужно брать такие пары где ее брать ну как в известной присказке возьмем например чувство юмора собеседников а где возьмем вот то здесь то же самое но вот в нашей ситуации это очень просто а именно давайте вот поступим так давайте пишем вот такую замечательную начинку значит y n плюс первое будет у меня x0 по-прежнему умножить на альфа n плюс 1 так плюс x1 плюс альфа x2 плюс альфа в степени n на x n плюс 1 вот так давайте обратим внимание на что похожа эта случайная величина и чем она отличается понятно эта случайная величина очень похожа на x n плюс 1 давайте я выкашу внизу формулу будет понятно x0 альфа n плюс 1 плюс xi n плюс 1 плюс альфа xi n плюс и так далее плюс альфа в степени n xi 1 вот ну теперь давайте посмотрим чем же они похожи похоже они тем что они имеют одинаковое распределение почему ну потому что вот эти случайные величины x1 x2 и тогда x1 это просто независимые стандартные гауссовские случайные величины как я их не переставляю между собой они останутся независимыми стандартными гауссовским случайным чином поэтому их сумма имеет гауссовское распределение с нулевым средним и мере дисперсии равны 1 плюс альфа квадрат плюс так далее альфа а в чем же разница разница далека дело в том что последовательность xn устроена с точки зрения вот суммирования теории суммирования рядов плохо смотрите здесь как бы происходит встречное суммирование степени альфа растут а коэффициенты xn убывают здесь же в записи устроено все так что растут одновременно и степени альфа и коэффициенты да вот и это означает что мы y можем просто получать добавляя новые слогари ну так давайте рассмотрим сейчас y бесконечность ну-ка y бесконечность что бы такое было я бы написал что это был бы просто предел при n стремящемся к бесконечность того что здесь ну с вот этим вообще оно сходится к нулю я просто опускаю значит я пишу здесь просто сумму бесконечную сумма по k от единицы до бесконечности альфа в степени k-1 ксикатер ну то что последний ряд сходится как бы возражение вызывать не должно почему альфа по модулю меньше единицы так что сумма квадратов альфа сходится к секатой стандартной гауссовской величины независимо по теореме двух рядах вот этот ряд сходится почти наверное он сходится в среднем квадратическом он сходится на самом деле и в любом так что это очень просто но то что он сходится в среднем квадратическом нам пригодится а что мы можем сказать про распределение суммы ну как раз такое как нам надо почему да потому что здесь как раз складываются снова независимые случайные стандартные гауссовые величины ну значит что будет происходить дисперсии снова просуммируется в бесконечном числе средний тоже средний ноль а здесь стоит как раз единичка делить на эти минусы ох что же у меня получилось в результате моего построения я сумел найти такую пару случайных величин вот она вот вторая такие что одна из них имеет нужное нераспределение то которое мы подозреваем будет стационарным так вторая имеет вот такое распределение как наше х плюс 1 и они еще и близки будут между собой сейчас вот давайте мы в последнем убедимся и так что мы знаем сейчас я могу сказать что если мы ведем вот такие назначения пи это будет распределение вот это самое н нуль 1 на 1 минус альфа квадрат мю н плюс 1 это будет распределение здесь х0 альфа в степени н плюс 1 здесь единичка минус альфа в степени 2 н плюс 2 единичка минус альфа квадрат то есть распределение х0 то из наших рассуждений следует что гамма 2 мю н плюс 1 пи гамма 2 мю плюс 1 пи в квадрате меньше или равна почему я пишу ну потому что там инфимус а я предложил просто какую-то парку поэтому конечно я получаю оценку сверху здесь будет математическое ожидание а здесь просто y бесконечность минус y n плюс 1 и все это в квадрате последнее можно посчитать вот равно вот у меня y n плюс 1 вот у меня y бесконечность что у меня выскочит хвост ряда и начало начальное вот это вот детерминированное слаберное понятно оно выйдет с квадратом а от хвоста ряда останутся сумма не сперс записываем то что получилось хвост равно x0 альфа в степени 2 альфа в степени 2 альфа в степени 2 делить на 1 минус альфа квадрат все вот так получается и конечно понятно что это меньше или равно некоторые константы умножить на альфа в степени 2 альфа в степени 2 вот константы абсолютно но константы зависит от х нулевого да она зависит от х нулевого и все еще она зависит от вот этого 1 минус альфа квадрат на 50 и так вот получилось такое такое вот соотношение вот который показывает нам что да действительно в метрике лассаштейна имеет место сейчас сходимость к распределению к какому-то предельному распределению да причем геометрическая сходимость так причем геометрическая сходимость ну мы с вами там выписывали оценки как через метрику лассаштейна описывается настаиваться расстояние по вариации и так далее так что это можно продолжать делать и я это не повторяю мы это делали мы можем сделать вывод что в метрике по вариации у нас будет сходимость геометрическая к распределению пи представьте из любого начального из любого начального положения х нулевого конечно надо бы теперь еще проверить что распределение пи является инвариантом так вот ну здесь есть очень хороший трюк очень хороший трюк вот который я тоже хочу вам показать он нам тоже сегодня пригодится значит проверим еще что кроме того что мы сходимся геометрически к какому-то распределению пи вот это распределение и будет инвариантом и так проверим что пи инвариантное распределение сейчас инвариантное распределение как я это ну вот здесь я хочу продемонстрировать вам тоже такую вот интересную вещь давайте мы сейчас рассмотрим новую последовательность независимых стандартах новую вот в каком случае пускай у меня сейчас будет я напишу так си н штрих да это будут снова независимые стандартные гауссовские величины независимые н 0 1 величины а все отличие будет состоять в том как бегает индекс н если раньше индекс н у нас был больше или равен единиц что согласовывалось с тем что мы начали вот наши уравнения рассматривать дискретный нулевой момент времени затем движемся ну как бы по часикам тик так тик так вот следующий момент то сейчас у меня будет вот таким вот согласно этому я как бы какую-то часть последствий буду трактовать как шум а другую использую для записи начального шума а ну давайте попробуем значит вот я сделаю вот что сейчас я организую вот такую вот случайную величину это будет сумма по к от минус бесконечности до нуля до нуля альфа в степени минус к ну а здесь кси к положительной степени альфа я напоминаю по модулю меньше единицы все хорошо ряд сходится и кстати x0 сейчас имеет нужное нам распределение пи как раз да как раз вот а ну давайте теперь попробуем запустить из вот такого x0 уравнение следующего вида по прежнему будем вычислять xn плюс первое как альфа умножить на xn тэш плюс шум кси n плюс один штрих посмотрим что будет происходить я буду делать это последовательно скажем сделаем первый шаг вот это x1 штрих штрих равном альфа на x0 штрих плюс кси 1 штрих давайте вот у меня есть там эта запись давайте я ее разве равном будет так кси 1 штрих плюс что будет сумма по к минус бесконечности до нуля альфа в степени минус к плюс 1 так я на альфа до умножить кси к равно я перепишу теперь сумму без знака суммы что будет получаться получится вот такая вещь я вот здесь выпишу как раз что равно будет получаться так кси 1 штрих плюс альфа кси 0 штрих плюс альфа квадрат кси минус 1 штрих плюс альфа куб кси минус 2 штрих и плюс так далее обратите внимание что у меня получилось сумма гауссовских независимых стандартных случайных величин взвешено опять коэффициентами 1 альфа альфа квадрат альфа куб и так далее то есть точно такая же как здесь сумма значит по распределению вот это самое х1 теперь я вытираю все по распределению х1 совпадает х0 да и совпадает и распределение пик так что когда мы сделали с этого один шаг распределения у нас появилось точно такое же так х1 тоже имеет распределение но я думаю дальше понятно все пик это стационарное распределение ну и из того что мы писали повторяю такие же оценки с любым стартом не только с х0 полевое фиксированной точкой можно проверить что пик конечно же единственное стационарное распределение вот такой прием как бы собственно перемены суммирования и явного предъявления соответствующих случайных величин маленькое расстояние меток его санштейна ну вот сейчас помогает так почему я так долго это рассказывал да потому что в прошлый раз когда мы с вами обсуждали когда мы с вами обсуждали то что функция грима будет интегрируема с квадратом оценка которая там получилась она содержала минус t да е в степени минус что-то минус t соответствующие интеграл да мы как раз написали чтобы не мучиться интервал от нуля до плюс бесконечности вот я напомню я напомню вот наши интеграли в Name до плюс бесконечности вот возникал у нас такой значит это был что это интервал нуля до плюс бесконечности интервал мг от пи же В квадрате ДВ ДТ, вот, и было меньше ли равно, чем меньше ли равно, чем, здесь стоял интерминал 0 плюс бесконечности, сумма богат единицей бесконечности, то есть обратите внимание, что вот если бы у меня суммы не было, у меня здесь появилось бы выражение, да, здесь двоечка, это квадрат, урок, мне здесь появилось бы выражение для экспонента в степени минус гряда Т, мы с вами хорошо уже должны привыкнуть, да, из курса обыкновенных дифференциальных уравнений и разностных уравнений, из консультативы приближенных вычислений, что как раз экспонента является аналогом геометрической прогрессии, когда время становится не дискретным, но не пырым. Сообразно этому мы начинаем подозревать, что раз здесь появилась похожая прогрессия, да, похожая функция, не исключено, что может сработать такой же прием при обсуждении существования иммунитного распределения и при обсуждении его скорости сходимости. Да, так и происходит. Давайте-ка снова выпишем сейчас решение уже нашей с вами кривой задачи. Итак, у нас получилось, то есть у нас была функция в начальном случае, x0, то x у t оказывается равна интеграл от 0 до b gt uv x0 vdv плюс интеграл от 0 до t интеграл от 0 до b gt минус т вот то, что у нас вышло. Теперь давайте взглянем на получившиеся решения. Вот здесь есть два слагаемых. Одну из них, детерпированная так, второе статистическое. Ну вот, давайте смотреть. Мы когда обсуждали решение с рекордного уравнения, оно выглядело так. Так, х плюс 1 равно х0 а в степени n плюс 1 плюс кси n плюс 1 плюс альфа кси n плюс так далее плюс альфа в степени n кси n. Ну, если смотреть на слагаемые, которые должны быть иметь аналогичные свойства, то это так. Вот при этом слагаемые, то вот это, а это слагаемые, это вот так. Ну вот вспомните, мы говорили, что здесь с точки зрения теории суммирования рядов, сумма плохая, она встречна с возрастанием индекса альфа, степень альфа убывает индекс кси. Здесь, вот смотрите, у нас gtx, если t минус s большое, значит там вот здесь мера бралась при s маленьких. И наоборот, если тут значение меры брались при s больших, здесь в документе время маленькое. Так, в точности встречное суммирование. Ну а вот это, по-видимому, призвано стремиться к нулю экспоненциальным образом. Ну, давайте вначале разберемся с детерминированием слагаемых. Ну, кстати, с детерминированием слагаемых вообще как бы все не очень сложно. Вот по какой причине я хочу напомнить основной свой, одно из основных свойств решения уравнения теплокроводности. Со временем, почему-то быстро, все тепло равномерно распределяется по прямой. Если мы имеем дело с каким-нибудь ограниченным источником тепла, который только лишь по изначальным условиям, то решение сходится к нулю везде. Ну, примерно тоже будет происходить здесь, потому что мы тоже тут имеем дело с решением уравнения теплокроводности только с кремными условиями. Давайте разберемся. Вначале с первым условиям. Значит, я поступлю здесь вот так с помощью тряпки, оставлю только первую степень. Мы сегодня с вами выписывали вид функции G, я выписываю его еще раз, переписывая то, что там получилось. Вот, значит, что у меня будет получаться. Возникает вот такая вещь. Сумма по К от единички до бесконечности интеграла Пи. Здесь Е в степени минус 1 плюс К квадрат 1 на 2. Здесь Пи Т. Здесь синус КО на синус ВКВ на синус КВ и все это в степени ВДВ. Ну что, я думаю, что совершенно понятно, что можно использовать тот же самый прием, который мы использовали в прошлый раз. Оценка здесь совершенно простая. Я понял, что X0 это неправильная функция, это ведь начальное условие. Я напоминаю, что X0 это начальное положение струны. Вот здесь у нас отрезок Пи. Здесь закрепленные концы и какая-то там неправильная. Вот захотелось, так вот отпустили. Хотим посмотреть, как будет звенеть наша струна под воздействием только собственной жесткости, придержания к прямолинейному положению и шуму. Ну, будем считать, что мы такие неудавшиеся любители музыки, которые подходят к веро-начели, к арфии. Просто вот так застонуть его. Это мы с вами сейчас и делаем. То, что произойдет. Давайте, раз X0 не порывет, ее модуль ограничен константой, синус ограничен константами, здесь отрезок 0 Пи, Пи сократится, ну, какие-то константы выскочат. И что у меня останется? Я смогу сразу написать, что все это меньше или равно, чем константа умножить на сумму ряда пока от единички до бесконечности Е в степени минус 1 плюс К квадрат на 2. Ну, здесь, я думаю, возражений нет, что такая сумма сходится к нулю, сходится к нулю, при Те, стремящемся к бесконечности. Понятно, что это сходится к нулю, при Те, стремящемся к бесконечности. Я думаю, что это простой упражнений из анализа или можно апеллировать к тереме Лепиха об ограниченной сходимости в качестве мажоранта возьмите по Те равном единице эту сумму, а дальше, как такое бывает, все хорошо. Вот. Значит, действительно, вот это сходится к нулю, больше там, как оно сходится к нулю, давайте поймем, как оно сходится к нулю. А вот как оно сходится к нулю. Я вот здесь возьму, как я уже говорил, мажоранту можно, кое-что можно вынести на посадку во скобки. А вот давайте, например, Е в минус первой вынесу, Е в минус один, то есть первое слогаемое вынесу за скобки. Что у меня получится? У меня получится такая вещь, меньше или равном, равном, просто ровном. Здесь будет С, Е в степени минус, сколько там будет, три вторых, Т, так, вот, Е в степени минус три вторых Т. А дальше что остается? Сумма ОК от единицы до бесконечности, здесь будет такая вещь, Е в степени минус, здесь будет так, К квадрат минус один пополам Т, да, вот так вот. Но опять же, понятно, что вот эта сумма при Т, стремящемся к бесконечности, сходится к единице, так что она начинает с какого-то Т, меньше, так что я могу сказать, что исходное наше выражение, а именно, модуль интеграла от нуля до Т, интеграла от нуля до П, от нуля до П, Ж, Т, У, В, Х0, В, ДВ, будет меньше или равен, чем константа на Е в степени минус три вторых, константу на С, славной напишем, Т при, Т больше или равен 1, все, итак я знаю, что у меня, ну, собственно говоря, как и для обычной задачи, типа, начальная задача для у меня, типа, вводность, исходимость, ну, почему хорошая, вот, экспоненциальная, так что с первым слагаемым вопросом нет, со вторым слагаемым, давайте посмотрим, как обстоят дела, для второго слагаемого, наверное, стоит произвести вот то самое пересуммирование, вот то самое пересуммирование, которое мы делали, но давайте его тоже проделаем, итак я ввожу сейчас новый процесс, ут будет равен, ну, там написали, начальное положение, это равен 0 до пи, g, d, u, v, x0, v, d, v, это слагаемое поведение, которое мы уже знаем, кое-что, плюс, а вот здесь я пишу так, интеграл 1 до пи, интеграл 1 до пи, и здесь, вместо того, чтобы писать, g, t минус s, пишу просто g от s, это и есть пересуммирование, g от s, u, v, w, du, d, v, вот так вот, вот, то есть, мы произвели пересуммирование, поменяв, t минус s, здесь просто на s, я обращу ваше внимание, что сейчас t как раз играет роль параллель, километра n, да, если там как раз было встречное суммирование, было k, n минус k примерно, то здесь как раз t минус s, s, ну и я заменил на s, получив суммирование прямого, так, вот, ну что, наша с вами цель, теперь ближайшая, посмотреть, что вот это слагаемое имеет хороший предел, когда t стремится к плюс бесконечности, основываясь на оценке для функции грина, которую мы с вами получили, ну и по-видимому, вот то распределение, которое получится в пространстве непорывной функции, и будет нашим инвариантным распределением для колеблющейся струны. Ну, честно говоря, я рассчитывал закончить на этом, ну, сегодня закончить материал, но оказывается еще нужно, так что у нас следующая лекция в понедельник, в 10 часов, она будет, и лекция, где я закончу наше рассуждение, и консультации одновременно, вопросы получите в конце этой недели. На сегодня все, спасибо за внимание. Дякую, до побачения. Продолжение следует... Продолжение следует...